Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала на восьмерых в Сидмер Сивилизейшн 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо перебрасывать весь флот к Египту теперь. Субтитры делал DimaTorzok Да, конечно, такое количество юнитов переводить туда-сюда немного напряжено. Мы такими темпами за сегодня не доиграем. По-видимому, да. Зато ты грей все успеваешь сделать. Да. Но там вархаммер вышел, мы должны фа-фа собирать. Пошагивай или там одновременно будут? Я вот не знаю, я сейчас посмотрю после, как он закончился. Или завтра здесь посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Че такое? Вау! Германия объявляет войну Египту! Во! Вот это поворот! А мы вписываемся за Египет! Где чем ты мне объявил войну Германия? А я, кстати, объявил войну Германии! Ну... Всего же судьба предрешена! Виктор, что-то ты круто против всего мира пошел! Тут я тебе не помогу даже ничем! Ну а че, все равно же делать нечего себе сделать! Аргумент! Иди домики строить, я отстаю! Ну это пока! Я вон тоже всю игру отставал! Ничего, вон догоняю потихоньку! Так это самый сок догнать, когда ты отстаешь! Такой же ты повыводишь! Какой ты кровожадный! Я от тебя такого не ожидал! Блин, хочется чудо, конечно, поставить! Ладно! Продолжим, наверное, бомбарды делать! О, стали варенье открыл! И что с нефтью? На воде! На воде! На воде! Ну это традиционно, блин! Такая тупость! А линкоры, кстати, что требуют? Уголь! А уголь у меня есть! Отлично! Так, следующим ходом берем карточку на апгрейд юнитов и апгрейдим ся О, здорово! Пусть немножко экшн, а то я здесь еще сидеть строить 40... В этом ходу в домике? Моя страника... Не, ну мог бы через ходу... 10, хотя бы... Мы с тобой встаем, понимаешь? У нас с тобой здесь никак не выйдет, по-любому! Или Харельский возьмет, или не знаю... Или Американец, может быть, Грей как-то выйдет по очкам... Не, ну так-то нежданчик такой... Надо забыть нежданную... Долгожданная-нежданная война... Долгожданная-нежданная война... Пачка, надеюсь, твой здесь этот воин не будет чудом, похладил одни... В смысле, какой его? Или двойн возьми меня... Красно, моим торговым... На моем торговом пути я его что-нибудь грабить... Не будет, я ищу Берлин... Я, Артём, уговори, если ты там, не забежаешься... Полным со мной вместе будем насчет меня... Да не, загружаешь... Такие перспективы сразу открылись в основной континенте, я в шоке... Такой внезапный ход... Ну, сейчас же квест вылетит, сейчас все желающие смогут участвовать... Так, да... Денежка, денежка... Расплата за предательство... Пилите меня, пилите, я пойду байкать... А что, он был союзником в Египте? А разве нет? Был когда-то... Был давно уже... Блин, Артём, двенадцать послов зачем-то отправил в арму... Зачем? Ну, чтобы... Мимо нее пройти... Ну, все равно, а что с ними сделать? В смысле? Ну, больше нету других... Других нету... Кого оплыть? Арму... Он кинул, чтобы пройти... Алексей, а сколько у тебя еще с Египтом союз? Я не помню... Двенадцать послов, чтобы пройти... Да... В город, который тебе никакого... Профита теперь, да... Не дает вообще, в принципе... Я не думаю, что оно стоило то... Абсолютно... То есть... Ну, ты же мог... Да как бы... Тут игра сейчас закончится... Так, хотя бы... Не могу... Застопорить... То есть... У тебя было двенадцать послов? Нет, там меньше... Ну, а Стокгольм ты нашел? Нет... Я вот не нашел Стокгольм... Где Стокгольм? Трестиметр поставил... Нет, с другом нашел... Так в Стокгольм бы закинул... Мне бы Стокгольм очень пригодился... Ну, у тебя так много... Обойдешься... Аликсей... Сколько ты ходов? Сколько ты ходов? Сколько ты ходов? У меня еще... Саш, можешь посмотреть у тебя есть... В серии... Я не понимаю... Ты не вчера... Ты немец решил раскачать... Халецкого, что ли? Я так понял... Нет, вместо того, чтобы... Помешать, например, Грею захватывать... Ацтека... Эдвиктус досидел... С домиком... Потом сказал... Ай, что-то влом дальше сидеть... Слишком долго... Пойду на Египет нападу... А почему нет? Ну, потому что... Вместо того, чтобы мешать... Тому, кто пытается выиграть... Вот как американец, например, сделал... Ты... Как-то... Противовесы просто убираешь... Сломал свистер... Не, ну я-то воевал, как бы, за эти города... В 90 ходов... Если честно... Да, ну и помнишь... Да, у тебя все... У тебя все правильно... Человек же у тебя пытался посила забрать... Это же все... Это... Он учил мне город... Он потом привел воинов... Он заставил меня страдать... Должен страдать... Всю половину игры против меня играл... Всю первую половину игры... Он построил... Против кого ему играть? Так а зачем? Он же мог... Ну я его единственный сосед... Он на тот период уже... Когда нападал второй раз... Я ему войну объявил... Он к моим границам пришел... А не я к его... Он тебе мир предлагал... В течение всей игры... Сколько я помню... Вот этого разговора... Он постоянно говорил о мире с тобой... Он первую половину игры... Постоянно говорил о том... Как меня распилить... Построил армию... Привел ее сюда... Вот... А после того, как я построил армию... Он начал говорить о мире... Вот так вот это было... Ну а мне уже... Какой в этом смысл? Армия у меня есть, как бы... В чем я с ним мириться... Безупречная логика... То есть я за всю войну потерял там... Не знаю... Четыре хевсуру может быть... А остальной бесплатные монахи... Д4 я наверное сильно преувеличу... Ну и бесплатные тоже ты преувеличил... Ну не... У меня же пантеон на вырубку... Они реально бесплатные... Золотой век я не вышел... Потому что... Стоунхендж меня забрали там... Так что... Мне веру просто не буду было третить... На самом деле... На тот момент... Это... Чтобы столхендж построить... Ну конечно... А все... На высшем уровне... Доступа... С... 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 И... Пять ходов... То есть... В течение пяти ходов... Нет смысла апгрейдить... Поэтому я не буду сейчас пока карточку... Если больше через пять ходов... Еще армия у меня появится... Это отлично... Так... Ждует военная академия... Промышленную зону можно поставить... Давайте наверное поставлю вот здесь... Фbaum обязательства... Г splashиpping... А теперь哇... Трап? И второй момент... ? Да 몰라... Ниндит extension... Трерапез... З內... Хм... Муз возьмите... Про техforce... Трерапез... 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 Играет музыка Играет музыка Инвектус разведчиком убеги от Хадингтона Играет музыка 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 канди выполнил задал кто то же смысла собственно пофигу так и веру я сейчас буду копить на покупку великих людей а именно те которые дают улетание в космос за 160 ходов нас ограничение 160 ходов но за 160 ходов вполне можно улететь после этого бедного убью что по не мучился может я тоже уберем твоего разведчика чем тебе твой здесь он будет бежать чем здесь ходу до дома пусть бежит можно ничего не град не 10 и 17 копление будущей пехоты возьму их границ американской американец судя по всему и шотландец тоже исследовательские гранты начали делать не могу это победить религии на себя вот обратил ацтека еще может быть были бы шансы но сожалению но я за это кучу веры вход получаю то есть блин а я этого инженера походу возьму сейчас я обгоню германию может сразу купить дать нам повоевать чтобы вмешать и воевать петель ша и вне построенного дорогам бро например ученика полетил военного курса ему нет официанская сон или вот эйфелеву башню и он дедка дам кстати если точно на холестом она появилась я тебе никак не помещал видеть только рядом с площадью пронят я не могу не знаю что победит еще них непонятно абсолютно но не я не поверь мне не но просто понимаешь если тело начну сносить то я лучше урву от парочку твоих городов чем буду смотреть на это меня вот это слова мужа качками не наверно не буйтесь рей точные не могу тебе вообще снести каким образом вот качка игры нет хорецкий ну навряд ли через может быть он поможет не обидится что сейчас свершится план захвата египта я тоже думал что хорецкий возьмет в трупы на египте это все конец весь египет возьмет потому что тебя убьет американец ты просто вот развязал им руки так бы вы с египтом союзничках были а теперь просто капец ну и чтобы ну хорошо я был 80 личкам еще сидел достроил и замечал участвовать уже ведет войска чем к немцу смысл но это же цива это про то чтобы строить домики блин вот а детка вот прикинь сука мы ходов потеряли вот если сразу согласился на мой план вообще с тобой сидели королями здесь ты еще построил за предку инвиктус на ем и почему ты тогда решил не нападать на германию скажи потому что я тебя видел большую угрозу а германия была так ставить спать его я и остался угрозой а знаешь я вижу что-то остался угрозой я стою у тебя тут и повсюду юниты у тебя хорошее развитие при этом хорошие получил тоже развитие офигительное потому что с той стороны еще есть этот качечка например и прочее уже как-то по-другому забудьте про меня забудьте себя сказал человек которого второе место по науке а который там одни исследовательские гранты раз за разом фигачит в городах почему алексей ты думал ты думаешь что мне вынес потому что потому что никто не хочет тебя оскорблять и хорошо я это ценю у него как раз был бы у него этот ник а что там за уникальный юнит американцев он делает лошадки ладо дурацкие лошадки офигенные лошадки плюс 5 на холме и 610 просто для них два требуется холмы во вторых нельзя лучше до танков потом они улучшаются только для современных танков а до танков обычных нет что ткани в свое время просто круче не 67 понимаешь шесться но они на две техи отстают от танков всего лишь ну и что рыцарь это действует старый генерал то есть 67 плюс 570 72 не всего лишь на 8 хуже танк плюс на них не надо тратить деньги ну просто они реально сильные только в том случае если не на холме ну вот танки они в грузии вон грузия юнитами на холме убило все но не всех но многих многих ацтеков а вот имеет ли смысл в поздно не строить пригороды когда еды не так уж и много я думаю нет так вот здесь наверно можно все таки пригород сделать ну тут тоже видите не не сильно рост большой поэтому блин антюки закрылась ну и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, но вот когда у нас отключена была религиозная победа, там всю игру было то ли 10, то ли 15 религии. Независимо от того, сколько городов обращено. Ну вот смотри, у Германии 20 очков религий, он 7 городов обратил, у Грузии 26 городов религий, он 17 городов. То есть разница в 10 городов, а очков всего лишь 6. Ну как-то... Ну а все остальное есть. То есть все религию... А у меня 37 городов и у меня намного больше очков. Не знаю, то что это... Качка, убирай своего воина, качка. Подозревайся, что они идут за количество за города, которые других цивилизаций обращают. Да, наверное, минус у других. Да, но с другой стороны, опять же, вот у немцев, по-моему, вообще ни одного чужого города нету. Да, я такой свой обратил. Потому что я покупаю здание на заверу. Какое тут влияние вообще... Религий. Так, странно смотреть на всех арбалетчиков у Египта. Ну, он не конкретно, как бы, типа, у тебя ворует. Там что-то генерируется... Если он реально у тебя 900 украл, то оно бы исчезло. По-моему, раньше вороваю нормально. Но оно как-то убирается и у тебя тоже. Каких-то посадок, туши шеи. Да. Ну ладно, теперь мы можем. Но, у меня-то угрожа. По-моему, после чего-то убирается. Это уже так же. На, на-ке. По-моему, это здесь. Садок. По-моему, это.. По-моему, садок. По-моему. На-ке. По-моему, это будет типо. Всех. По-моему, это тоже. По-моему, это неubile. блин а где тут дорога я же отправил васуан караван когда он уже ты этот что ли до сих пробежит или вот этот варшава роксбург нет любли нас он боже но он еще да не будет тут дороги три армии или армады это я создам уран откроем на карте порядке ты не различка здесь что грабишь да он на автомате как он может назвать и не разграбить коней мусори опять и грабит тебе священное место на автомате то больной ублюдок извращенный грабит церкви я бы провести убил его не же я тебя такого не ожидал почему у нас война с тобой я всегда когда объявляю кому-то войну ожидаю от того что он будет грабить вектус разведчик возле торонто . скажи мне лёша зачем ты мне предлагаешь жемчуг который у меня и так есть ну блин мне не показывает мне я предлагаю то что я не вижу что в докладах нету у тебя как не понять что у тебя есть расскажи а ну когда торговлю открываешь там мне не показывает что у тебя есть жемчуг окей смотри он показывает лишь жемчуг тебе дается от гэшки он нельзя им торговать он у меня от рыбацкой лодки просто когда ножевая торговлю там под золотом показывает какие ресурсы у противника есть у него сейчас сам посмотрю америке заключить сделку где а вот теперь я вижу жемчуг да не было жемчуга что нам торговал то не может быть ментарь у меня тоже есть кстати от тебя же с тобой на него и не качечка у тебя есть жемчуг на 10 процентов веру никто не брал но на процент производства немец брал немцы американец давайте не будешь не вывозь на посмотри как у себя будет идти война с египтом я не буду полностью забирать возьму пара городов на шестовой замерить пару городов заберет холенский я вот возьму фит и я но если ты возьмешь тебя придется и до столицы тогда дайте если вы раздругу хочу мне не хватает еды тут я предлагаю тебе американец ставь меня покой а потом мы обочим придумаем тебе же алексей больше волнует нет чем я вообще да и так вот и талина сам начинает уже волновать еще и голос вот все это все это армад всю эту армаду и я я не могу занять детка яйти говорю что он приплывет нас бомбардировать потому что я уже вижу сколько у него флота стоит ну я видел твой флот и построил контур флот не так чтобы он не пришел меня вот для закидывания ядерками из фрегатов с фрегатов ядерки не кидаются алекс вот зато фрегаты могут прикрыть свои подлодки которые будут играть я не у него есть другом и конечно коперы дофига ну на самом деле не только лёша говорит что он видит что-то видит что-то хотя нас даже нет уровня союза ну пробежался зиме при меня к тебе бегают караваны которые все показывают американец американец я тебе потом гарантирую что тебя по дежурой войне с олески пусть и не будешь измерить кровать в любом случае не могу тебя трогать разговора когда я смогу тебя трогать ситуация будет я буду уже нападать на египет еще на саду вот эти постоянные мои метания с флотом это я конечно неправильно делали надо было очень много изменит американцы и нападать на египет я причем уверен что кстати американец будет такие нападать если вот он не нападет на немца это будет его очень большая но ты должен я единственный раз закидывал ядром и это закончилось плохо я могу я дрогировать если вы будете улетать все а так вот просто так зачем даже не грей да грей может так сделать ты будешь играя боя пришел смотрят я плыть в твои земли но мне караваны некуда отправлять если вдруг египет умрет мне должен быть запас как бы и хочется с одной стороны этого врагов саляется с другой стороны уже через три хода я открою и так возможность нефть обрабатывать но я запас так ну что наконец-то уже все города обработал более-менее ван карват везде население увеличу неплохое чудо кстати во ворот слове пригород нет жалую нет вот альгам бро можно построить она только на холме что ли строится только на холмах рядом с военным лагерем здесь нет это мечу тут блин ну ладно построю твоя убитва его этого воину не посталась но я же твоего не убил разве уводил вот он не постоянно строительство он должен бомбить дальнобойная так города это убивать чудо 7 царской ну тут кстати можно построить только просто к атаку им имиджи белл баркал плюс 4 вера во всех до 6 клеток то есть в этом городе и в этом еще городе будет давать и в этом вот есть плюс 12 и ключей 16 веры а этот будет давать плюс 20 процентов сколько в этом городе веры увлекаясь подумаешь в область и намного же давайте джи белл баркал у нас еще видимость с американцем то есть он видит например перемещение моих юнитов и он никак не реагирует там вверх подвести свои тип моим городам это понятно что он одобряет то есть как грубо говоря парфаген где его обратил оказывается с ней почему я не я не потерял еще ни одного вида не потерял военном очень замечается почему раненые юниты становятся почему раненые юниты меньше силы имеют по суммарно не тебя убил одно это не переборщ так а куда я его хотел а в пакузов да валерия меня корпус кавалерия один раз убил один убил да может быть почему нет ты же еще и очки дает все таки если мы до 160 года никто не улетит тупачкам будет считаться классные баги германия расширяется основывая город апу это при том что она его захватила старая тема удивительно как они за несколько лет до сих пор не привели к порядок даже близко а ну вот единственное что у меня компьютер сделан по объединял все в корпусах но это не страшно это он тебя наоборот облегчился ну как они все-таки содержание больше требуют ну надо было же когда-то самом деле тут спорный вопрос потому что вроде корпуса на на 4 столько больше требует содержания а нет на 50 процентов на 50 то есть фактически если у тебя там два золота стоит содержание допустим рыцаря у тебя карты карточка на минус один золото то что корпус что два рыцаря одинаковые по содержанию это про рыцарь а современные юниты уже по-другому по современные юниты корпуса будут даже выгоднее если тебя карточка все еще на минус один минус 2 получается парк опять ровно и 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 новое время этого парня можно с великими людьми так серёж в курсе что учитываешь наш военный союз я вижу твоих шпионов парижа ну да так как как я твоих вижу ты же понимаешь что все посадили те шпионов париж не только я за зимбар дает свою хочешь я расскажу тогда всем остальным где сидят твои шпионы просты такой с другой стороны на самом деле очень просто позабавил сам факт что я вижу твои шпионы чем это тогда общая видимость я так понимаю что я не знаю вот как как это сент-бак или не бак потому что по идее то раз раз мы обмениваемся общей видимостью то мы сообщаем о своих шпионах пригоди ты со стрима его как не шпиона а дипломата который выцеганит деньги из париже как там песня до цыган денег дай на мастик ходил пару лет назад песня знаем эту песню что никто не хочет смеяться этими шутками денег и меня любит мама почему я очень хорошо тут скачки я конечно не то что люблю но уважаю есть он единственный турник не ругает между януб я ругался не только что ты просто не заметил и все время разлюбить качечку а я на правду не обижаюсь вы подказывались от договора пусть это компьютер что-то по предлагал вам так где мы там боюсь его 600 и 600 мощь 4 юнита дерутся но немец уже захватывает города греку что немцы тут корпус лучников у меня еще не пропал за конца чем я путь войска который не пользуюсь чтобы не воспользоваться нет не хватает не хватает того что я веду мой американский друг я наблюдаю за заповедником под названием германия этим лучником не знаю почему я так забавляет этот корпус лучников часа был будет корпус пушек переживаешь из дохода будет кобка знаю 111 ход корпус пушек этот счет нет на резку что она берем тебя должно быть много на кампус 6 кампус на 6 2 фабрика где фабрики не просто я просто города города тоже до 10 выросла на всех этих на все эти города отсюда фабрика действует на 140 даже со 140 можно по 3 фабрики и не надо я варте может последующий сейчас точно то есть еще бомбанды бомбанды воюют уже нет сейчас яс Что такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Война. Война никогда не меняется. Как-то сдали все Египет, непонятно почему. Ну как и все сдали от стэка, непонятно почему. Ну тут как бы он был один справа. А египет из центра кажется. Немец мог на тебя сзади напасть. Вместо этого он почему-то сейчас предпочитает Египет мочить. Хотя мог так же построить армию и напрягать тебя сзади. Я думаю, что тогда бы тебе не сладко пришлось. А вот видя карту, я ж не знал какая карта, как вы расположены. А вот сейчас видя карту, я понимаю, что с одной стороны ацтек, с другой стороны немец, снизу еще мог и этот Египет прискакать на своих колясках. Не, ну они с другой стороны все это время развивались, пока мы воевали. Мы же воевали 10 ходов, а не 15. Ну это уже другой вопрос, как они развивались. Ну у меня места как бы не позволяли особо. Нет, по-моему, у тебя классное место, нет, в Египте у тебя классное место вот с колясками именно на грузина прискакает. Потому что вот эта пустыня, вообще без лесов и без ничего, это два хода. А у тебя твои коляски строятся в лед, просто такие щу-щу-щу-щу-щу. Ну Египта, коляски. Да. Ну как их там, лучники Марьяну на колесницах. Дорогие. Дорогие они вообще. Эй, вначале строить очень так себе. Так не вначале, я же не говорю там на какой-то на 30 ход. А вот когда они там завязли, то есть да, они устаревшие, но ты прибегая к этими колясками, у тебя в один ход бы строились уже к тому моменту. Там все грабить, получать какие-то бонусы. Хотя, зная Грея и зная Фантома, я думаю, что Грей бы сказал, так, все, ацтек, давай с тобой мир заключим, тут уже ничего. И Грей бы пошел мстить Египту такой. Ты ко мне колясками прибежал. Война на 60 ходов. Этот вариант не исключен, но... В принципе, в принципе, у меня обороняться тут не так сложно было. Тут река, как бы она закрывает полностью, не ставишь здание юнита, сажаешь губернатора и нормально. Леша, Занежу на шумные вопросы, где твой флот делся? Так, на Египет пошел? Я подозревал такую, атакую возможность. Не просто, а сколько тебе, ты с ним еще и в этом, да? Я ему войну только что объявил. А, ты че? Доброе утро. Да я там считал. Смотрел. Клацал. Все. Все, ты науки. Просто я глянул, города даже не коцнут. Думаю, ну, где туда флот. Я этим ходом объявил войну. Окей. Америка, слышишь, да? Американец. Американец. Похоже, не слышит. Он охлух твоим мольбом. А где он? Умер. Элика, вечно. Связь выключи. Не, ну, американец. Тебе в такой ситуации, если они сейчас нападают, инвиктос надо заключать мир с Египтом, возвращать ему город и отбиваться. Нет, он хочет спать, пойти, а он скажет, ну, не судьба, забирайте в столицу. Так, давайте в Кракове фабрику достроим. Нет, фабрику по-другому ускорить. Сейчас Хорейский заберет Египет, пойди на меня. Ну, так я тебе об этом говорю. Ты можешь заключить. Я не пойду, нет. Если американец нападет на немца, я не пойду на немца. Нафига. А если не нападет? А это уже будет зависеть от ситуации. Да нет, американец сейчас пойдет, у него же есть право прохода. Пойдет меня сейчас от тебя защищать. Зачем это американцев? В смысле? Ну, тут тебе надо на самом деле понять, что... То есть тебе не надо нападать на Египет сейчас, если на тебя нападет Америка. Вообще не... Если не нападет Америка, мне ничего не поможет Грей. В смысле? Ну, как нас тут три человека будет против них? А так ты будешь один, ну... Если на меня нападет Америка, он меня снесет здесь все просто. Почему он тебя что снесет? Станешь нормального барона. Не знаю, там насчет Кёльна, но в Берлине... Слушай, Качечка, а у тебя не появилось случайно непреодолимого желания сносить Грузию? Потому что... Ну, мы-то... Мы-то можем... Вот втроем как раз договориться, так как у нас флот есть, и мы друг к другу можем приплыть и ядерки кидать, да? А вот Грей на тебя точно будет кидать. Причем я должен на него кидать, а на остальных нет. Он же может и на вас так же... Потому что у него пока нету к нам доступа. Ну, как нет? Он... Ядерка летит хрен знает куда. Сейчас вы немца попелите, и будет доступ. Ну, к городам немца, ну окей. Может, на города немца сбрасывать. А вот к твоей столице у него есть доступ? Замечательно. И к Роксбургу, и к Стерлингу. Ну, я еще раз напоминаю, что тот, кто первый строит проект Манхэттен, должен об этом сообщить. Пожалуйста, не забудьте, а то в прошлый раз Грей... Ой, я построил, надо было сообщить, да? Так бывает. Ну, он на второй ход сообщил или на третьем. Забыл. Он даже еще ни одну ядерку не построил. На 1. Немец, что ты ждешь? Где ты еще ходишь? Ставил. У нас у какой-то тройственный союз получился против срединных держав, побережные державы. Америка, Польша, Шотландия против Германии, Грузии и Египта. Причем, Германия и Египет еще и между собой воюют. Ой, что это за... Что это было? Папа... Что-то заманчиво. Что-то заманчиво. Вот это заманчиво. На тебя кидает союз. Ну, давай. Давай, принимай и вперед. Не хочу, особенно, я не знаю, Америка. Ты отклоняешь? Я бы подождал, что американец скажет. Я же вот спрашиваю, у него он молчит. Я смотрю годов за этот союз пока. Слушайте, ну разница... Ладно. Американец, у тебя второй шанс получить Германию, опять же, второй шанс, вместо того, чтобы упарываться со мной. Но ты все равно опять пытаешься... Ну зачем? Просто, понимаешь, Леша, я лично не уверен, что я смогу улететь вовремя. Я тоже не уверен, что я смогу улететь вовремя. Да, но тонируй по очкам. Я уверен, что не сможет улететь шотландец вовремя. Вот это я уверен. Я не уверен. Так а чтобы тебе очки получить больше, то немца надо захватывать. Так нет, и победа в любом случае будет раньше, 160-го хода. Кой, 160-го хода, хочу. Да даже я к этому ходу улечу, если мы столько проиграем. Вообще, если американец отказывается, я отказываюсь тоже. Американец. Сейчас Холлеский забирает там, с той стороны египтянина, идет на меня, и ты должен его помогать. Нет, так это, американец, что ты делать вообще будешь? Ты будешь на немца нападать или нет? Вот честно, я не знаю, что делать лучше. Я обычно до этого этапа игры не доживаю. Видишь, вот пришлось, придется тебе принимать тяжелое. Как ты доживаешь, ты вон в меня ядерки кидал недавно. Зачем? Это непонятно, зачем? Ну и другой вообще. Ну, это был первый раз вон. Че-то да. Я активно играю в школу где-то полтора месяца. Американец, давай принимать, я тоже приму. Хочешь? Так ты и так со мной в войне, конечно, ты примешь. Ну, мы в этом случае, что-то можем послушать мир. Нет, ты вот по-американец озвучишься вообще. Просто смотри, вот если я сейчас приму этот союз, то до того, как вы приплывете, там вы начнете какие-то активные действия, я потеряю, скорее всего, в столицу. Нет, ты не понимаешь ситуацию. На самом деле, принимая этот союз, и даже если Качечка примет, он как раз будет меньше всего делать активных действий, собственно, как и Грей. И они будут развиваться, чтобы улететь. Нет. А воевать будем мы с тобой вдвоем. Об этом же люди знают. Грей не летает. И Качечка сильно жирная, чтоб летать. Блин, вот Египет мне поднасрал всю игру. Что надо вообще сделать, чтобы это союз убить? Кстати, ты либо жмешь отказаться от него. Либо жмешь отказаться от него. Какая цель, и вот требуется, что я могу сделать? Что нужно, чтобы выиграть? Убить Халецкого. Цель Союза убить Халецкого. Ты либо принимаешь, и все идут с тобой, либо отклоняешь, и никто с тобой не идет. Ну, вернее, и все отклоняют, потому что тебя зависит. Знаешь что, немец, у меня есть предложение. Давай мы примем этот союз, но не будем воевать с Лешей. Мы будем просто пускать караваны на два производства. Я не понял. Ты ему денег много дашь. Он тебе 5000 году он получит через сколько лет? Леша придет в 40 годов. Слушай, оценивая примерно его экономику, я думаю, что это 5000 задатых. Это, конечно, прикольно, но... Да, он не получит уже всего 8 ходов. Смотри. 53-й ход, 53-й ход, уже будет конец игры, принимай. Подожди, американец, по какой причине ты хочешь вообще со мной воевать? Почему в течение всей игры ты пытаешься со мной воевать? Леша, Леша, просто смотри, если я заключаю союз и не воюю с тобой, то мои караваны с немцем, которых довольно много, получают бездопроизводство. Я принял. Так, ну в чем идея? А ко мне караваны, которые у тебя бегают, или мои к тебе караваны бегают? А забрать немца, чтобы получить усилие? Ты как раз очки получишь от этого. Какие у тебя бонусы от того, что ты принимаешь этот союз и не воюешь со мной? И не захватываешь? То есть я не могу понять. Ты, наоборот, минусы делаешь. Два производства от немца и все? За каждый торговый маршрут. Я принял. Ладно, я тебе пожалую. Я пожалуй откажусь, ладно. Я тебе пытаюсь донести, что захват человека на этом этапе с его большим количеством районов, он круче, чем война с соседом, который с тобой наравне идет в этот момент. Ты захватываешь немца со всеми его районами. При том, что он еще взял, сам себя ослабил. Даже если предположить, что вы вдвоем с качечкой меня распиливаете и действительно забираете мои города, то ты убираешь противовес против качечки, который после этого просто к тебе спокойно приплывает и делает с тобой что хочет во всех позах разных. Радостно. Нет, нет. Леша, я говорю. Это звучит убедительно, вот честно. Убеждение, навык. Тут лучше, наоборот, против качечки объединяться в данном случае. У него больше всех морских городов. Я вижу, какой он уже флот настроил. У меня все морские города. Ну так вот оставьте покой меня. У меня все морские города. А эти себе в ногу выстрелили, Египет с немцем. Их надо убирать просто из игры и все. Так этот, американец, ты тогда что-то на немца будешь нападать? Быстрее можно только. Поехали. Я же не буду воевать с Ёшей. Это надо было делать после француза, сразу бы с Харьевым выбрал. Теперь следующий вопрос. Ты будешь на немца нападать или не будешь? Не знаю. Я пока не могу сказать этого. Немец мне нравится, потому что у меня довольно хорошие караванчики с ним идут. Я бы его оставил здесь в центре, но для нас всех как бы он тут сидит и норм. Да, я норм. Я могу помочь вам с Лешей. Я могу сказать, что я, например, на немца не пойду, захватив Египет. А я буду с Лешей воевать, если не будет воевать Америка. Я в конце концов могу скинуть бомбу потом, когда-нибудь нужную. А что-то от Египта захватишь. Сейчас все города уже упадут к тому времени. Кроме одного города. То есть, если сейчас Инвиктус заберет столицу у него, он, в принципе, может успеть. То дальше какие действия? Ты меня спрашиваешь? Ну да. То есть я города Египта беру. Ну, то есть по факту будешь с ним воевать. Только я... Так у меня с немцем уже война идет. Она уже война. Я был в союзе с Лешей. Это понятно. Или подожди, стоп. Ты был в союзе с Египтом, ты на него напал сейчас, получается? Да. Так поэтому кризис и пришел к вам. Я не начал отказаться, блядь. Ты за 7 минут не справился с этой задачей. Мы обговаривали. Только что с переходовочкой, когда вещалось. Я отказываюсь. Слушай, ну тебе даже таймер уже не поможет. А что сейчас пирать за что-то вообще? Я не понял. Я сейчас мир, Леша, там. Я случайно. Не нападать на твои когда-то пока. Не, не, я же отказаться хотел. Я просто забыл нажать. А, это расплата за предательство? Если мы... Да, это расплата. А у меня мир с Египтом. Если мы договариваемся, что у нас все нормально, то я... А, вы с Египтом вместе приняли? Ну, так верни ему апу тогда. Это все, воже, что. Через здесь... Или ты можешь напасть на него? На самом деле тебе не надо на него нападать сейчас. Да, а по нормальной горы, пускай остается у меня. Да, есть ли там в мире. А чем, чем Египет, чем на тебя нападает Хамецкий? Да там линкорда все, там как бы все мои города складывают. Ну, прибрежные понятно, а соответственно... Так у меня останется три города, как бы, нелепых. Ну, все равно хоть что-то. А я могу сейчас прям кинуть, да? Ну, забери тогда. Восемь ходов, Леш. Ну, то есть, качечка, давай только вот всяких этих... Не воюем, ты ничего не делаешь. Чтобы потом не было... Ой, я передумал, мне надо все-таки нападать. Нет, я же таким не занимаюсь. Ну, все. Ну, вот эти восемь ходов точно. Там у нас, по-моему, союз скончался, но... Так вот, обидно, конечно. Тебе хороший караван ходил. ПК-чика, конечно, молодец. Ну, да. Ну, придется в Грузию кидать. Ну, караван. Там тоже по 24 монет. Ой, как раз могу перенаправлено сохранять. То есть, тут только один кампус, понимаете, и все. Как-то хрешу бэкбэн не построил. Не, это инвиктус. Нам сейчас в такой ситуации нужен военный союз. Ну, давай, по-человая. Ну, на самом деле, давайте на ощущение. С одной стороны, Леша говорит правильные вещи, а с другой стороны, тихо и мирно строят чудеса и вырывается вперед по счету. Пофиг на счет, мы улетим быстрее. Да игра не закончится по счету. Кто-нибудь выиграет раньше неизбежно. Но 160-й ход, это... Блин, два раза улететь можно и еще наполовину. Что, герой-то Кирен, это успеешь захватить? Ну, в принципе, я могу сейчас прям ее забрать за один ход. Ну, за два. Я с армой воюю. Просто смотри, я бы как бы, ну, не на подваловый, если бы ты хотел продолжать, если продолжить не хочешь. Так, а сейчас Леша все равно заберет. Вот весь прикол у меня останется, как бы, три города, где там не производство, вообще нифига нет. Ни науки, как бы. И? Поляки сдались, когда у них осталось три города, нет? Нет, я могу объявить сейчас войну, войну, гитая, и дальше воевать. Но объявляйте тогда. Ну, если человек не хочет, как бы, ну, в смысле считает, что ему нет смысла, то, ну, как мы его заставим? Братья Армой, не братья Армой. И мне приглашение, не в войну. Я хочу фифов заберу, да. Забирай вообще все, я ни на что не претендует. Если хочешь, конечно. Главное, что ты это удержать смог. Я заберу, держу. Примести. Так, это караманы поотправлять. Кстати, я тебе еще напомню, американец, что если ты объявишь войну немцу, у тебя будет бонус против него, потому что мы с тобой в военном союзе. Не будет он смыть, я покочу. Ну, очень зря. Я вот, честно, не понимаю, американец, почему ты не хочешь захватывать немца? Караваны не дают такой профит, как хорошие города. Чего сделал? То есть, подожди, а детка построил альгамбру, качечка Биг Бен, а я Джебель Баркал, и ты, американец, говорит, что это я строю тихо чудеса? Джебель Баркал? Там Биг Бен. Смотри, у тебя 135 очков за чудеса. Вот-вот. У меня 75. То есть, ты считаешь, что надо выносить из-за того, что у меня больше чудес построено? Большинство из-за того, что это религиозные. Смотри, у тебя очков много, у тебя нормально на ауте. Ты просто парк, можешь, у тебя довольно большой выбор, побед. Если вы должны опустить старую добрую религию, которую ты все еще можешь что-то сделать, наверное. Нет, вегет. Не, ну как нет, если тебя дадут убить, останусь один я ровно. То есть, ему даже не надо договариваться. Ситуация становится. Нападаешь, и под войной обращаешь города. Кстати, Америка, если вы меня убиваете, то действительно, он может спокойно выиграть религии. Как я спокойно выиграю религии против Грея? Расскажите мне. Просто дайте мне план, и я его исполню тогда. Ну да, нет, про религии никогда не выиграет. Грея не сможет. Как сделать? В мирное, ну, военное время такое, точно не сможет. У немца защитник веры. Ну, конечно. Ты, кстати, взял, возьми с собой обязательно этих, блин, инквизиторов. Слышишь, инвиктус? В смысле? Ну, в прямом инквизиторов сделай и притащи их в Фивы, в Рокадеты, в Апо, чтобы вот вам защитник веры у тебя был. Ты там инквизиторами за один удар перебьешь, ну, именно в своих городах, то есть ты забираешь, инквизитором сразу бьешь него. Слушайте, вот это, честно говоря, командная игра, Грей, вот ты умеешь играть, да? Нафига ты другим, типа, рассказываешь, как им играть? Ты пускай гайд сделает. Почему ты качеки не говорил об этом всю игру, а мне вот... Я ему постоянно говорю, на самом деле. Сколько можно рассказывать, что ему надо сделать? И тем более он подсказывал немцу, когда он уже поставил свои эти... Ну, то есть он уже не мог изменить ничего. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!